Всем привет! Я недавно ввел систему реферальных ссылок на велосипедные всякие магазины. Все ссылки будут в описании и под каждым новым видео. И, пожалуйста, мне нужно писать там про спонсорство и прочее, прочее, то, что я проплачен. Реферальные ссылки работают совсем по другому принципу, чем вот просто спонсорство, и тебе нужно говорить то, что тебе сказал твой спонсор. То есть немножко проинформируй себя, а не выставляй себя полным профаном в этой области. Но вот вчера, по-моему, буквально новый магазин появился в этой системе велосипеда мечты. Называется dreambikes.ru, ссылка тоже в описании. Именно его в пример я сегодня взял, потому что вот он совсем новый и вроде как прикольно выглядит. По-моему, я уже как-то его показывал, но вот в этой системе реферальной он как раз новый. Я стартовал опрос на своей группе ВКонтакте «Бананосипедист», где вы покупаете велосипеды, велокомпоненты, велокомпоненты, велоксессуары, одежду и прочее, 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 вело за рубежом или в локальных каких-то магазинах или онлайн-магазинах или что-то такое. Вот, и проголосовало довольно-таки мало человек, по-моему, больше 60, но в любом случае тенденция уже видна, заказывают в основном за рубежом, что, конечно, плохо, что фейл для, соответственно, моего плана, как-то немножко финансово способствовать своим поездкам по велосипедным целям. Не просто по катушке, а там Tour de France в Дюссельдорфе будет два или один день, уже объявленный евробайк и прочее, прочее. Вот, но, конечно же, это неплохо для конечного пользователя. Если тебе лучше купить там, а не здесь, то это твой выбор, что я могу по этому поводу сказать. Я хотел разобраться, почему такое случается, то есть почему не в интернет-магазинах в России. Сравнить цены, сравнить предложения, доступность и прочее, прочее. И так, здесь хиты продаж. Так, Merida, отличный вроде велосипед или нет, в том числе дополнительные колеса они продают. Нужно у Envy спросить, есть ли у них дополнительные колеса. Может какие-то... Вот это только, пожалуйста, в карбоне заверните. Нет, давайте пройдемся по другим каким-то моментам. Ну, давайте одежда, что ли. Очки. Очок нету. Не знаю, шлемы давайте посмотрим. Шлемы. Шлемы Abus. Abus это окей. Вот это... Вот это вроде тоже Abus. И фирма, в принципе, довольно-таки хорошая, но что-нибудь еще есть? Нет, только от этой фирмы. Это, конечно, немножко палево, выбор маленький. Хотя, вот этот шлем с цветочками. Abus Smoothie. Наверное, очень аэродинамичный. Это название уже говорит то, что ты, когда проносишься, то есть ветер smooth от тебя обтекает. И вообще эта тема вроде как. Ну, давайте посмотрим велосипеды. Шоссейные. Нас интересуют, конечно же, на этом канале. Тут сразу возможность выбора материала. Женский или мужской. Соответственно, для мужчин или для женщин. Фирмы различные. Track Giant. Giant это окей. Тип тормозов, ножны. Ну, давайте выберем Carbon. Посмотрим Carbon. И... Не знаю, давайте производителя еще добавим. Giant. Показать. Да. Десять штук он нашел. Так, довольно-таки много в наличии велосипедов. Так, давайте посмотрим, что тут такого у нас есть. Это что? Это Tiagra или... Нет, это 105-я, скорее всего. Давайте посмотрим, что-нибудь вот такое. TCR Advanced SL2. По скидке 2016 год. Вот такой вот желтый. На Altegra. Это D2? Или за такую стоимость? Или... Нет, это обычная Altegra. И давайте найдем его. Так, для сравнения я использую Bike24. Можно использовать любой другой магазин. Но Bike24, в принципе, огромный магазин. Тут должно быть все. И МЕЦА. Это 2017 года. 2017 года TCR Advanced SL2 стоит 3600. Актуальный курс. Сколько? Так. Так, здесь 253 900. Сколько это в евро? Разделить на... Сколько сейчас? 60, по-моему, или нет? 4231. 2016 года. 2017 на Bike24 стоит гораздо меньше. На 600 евро нафиг меньше. Пошел с Bike24, потому что там не весь ассортимент имеется. И просто набрал Google. У меня ищет, соответственно, по немецким каким-то источникам. И вот этот самый велосипед, Giant, он стоит рекомендованная цена производителя 3800 евро. Самое позднее сейчас можно понять, что я никого не рекламирую. В данном случае я наоборот. Да, еще раз. 4231 евро. Спед в Dream Bikes. А рекомендованная стоимость по Германии у Giant 3800. Откуда такая цена Dream Bikes? Это в каких-то мечтах, наверное, или что? Что у вас за такую стоимость купят? В том числе, это модель 2016 года. Значит, цена должна быть меньше, гораздо меньше. Потому что уже есть 2017. И вот в данном магазине, любой сейчас магазин я выбрал, это 3000 евро. То есть на 1200 с лишним евро, меньше, можно этот велосипед уже взять. То есть можно купить ватметр, Stages, на ту же самую Altegro и Garmin. Или там Design, или Brighton, или как они там все называются. Давайте для примера возьмем еще один велосипед, чтобы никто не сказал, что я как-то предвзято все это оценил. Давайте 2017 году. Новые цены. Я выбираю тебя. Скульптура 500. Для 2017 года 73 тысячи 470 разделить на 60. 1224 евро за что это? С Altegro? Ну, не полная Altegro, это понятно. Тут и кассета даже от 105. Ну, посмотрим. Сейчас первый магазин выбрал. Ну, вот, пожалуйста, вот этот сайт, он сравнивает цены. И самый дешевый 1350. А в DreamBikes темный калькулятор 1200 с лишним. И, да, в данном случае получается, что в DreamBikes дешевле. Вот именно эта модель. Ну, я, если честно, не ожидал. Я думал, какая-то общая тенденция. То есть, действительно, нужно сравнивать. Плюс, конечно, если ты берешь в Европе или в любой другой стране, отличное от России, то какая-то пошлина. Я не знаю, есть ли там какой-то таможенный союз и с какими странами, но явно не с европейскими или тем более США и прочие. То есть, пошлина здесь обязательно будет. Конечно, может, удача или еще что-нибудь. В том числе, я посмотрел видео Камикадзе недавно о том, что людям, в принципе, пофиг на проблемы глобальные. То, как раз о чем я говорю, пока, опять-таки, эти проблемы не столкнутся с самим конкретным человеком. Тогда только он может зашевелиться. И в этом контексте магазин VeloBest. То есть, мне часто в комментариях пишут, вот, посмотри там, посмотри там, да. И я, в том числе, сейчас нашел несколько производителей карбоновых рам, где? В Украине, да. Просто страна удивляет меня во второй раз. Первый раз, когда я спросил, есть ли там что-нибудь с электрокарми. Да, там было дофига всего. И вот, да, там производят карбоновые рамы. Но вот такие магазины, как VeloBest по русскоязычным ресурсам, очень мало информации по тому, откуда велосипеды, что вообще, зачем, что там происходит. Буквально на веломании одна ветка, по-моему, форум была об этом магазине. И они постоянно постят там свои предложения. Это вообще нормально? Как бы, у меня в группе на ВКонтакте кто-то продает, кто-то хочет продать велосипед, либо еще что-то, еще что-то. Такие предложения я дальше не пропускаю, да. Моя группа, это не площадка для продажи. Я не понимаю, почему на веломании такое существует. Вот, тем более для магазинов. Я понимаю, ты, у тебя много велосипедов, и ты решил один продать, то это окей. Но это магазин, да. Пускай они платят за рекламу сами, да. А тут бесплатную рекламу на тематическом форуме, где, не знаю, может, они платят веломании что-то, какой-то процент. Если нет, то веломании просто лохи, да. Чисто могу сказать. Это если они за такой вид рекламы, то есть это предприниматель, да. Если они такую рекламу пропускают и с этого ничего не имеют, это просто лохи, развели. Но, в том числе, этот магазин разводит покупателей. Я зашел в велосипеды, трековые, разделочные велосипеды. Сказали, что здесь дешевые велосипеды, и разделочные велосипеды я никогда не купил. Потому что, ну, это такая специальная область. Ну, покатаешься там 2-3 раза в сезон, или что, тем более, как любитель, не участвующий в гонках. Но, посмотрим, Чиполлини РБ-1000 ТТ, да. Вот такой вот оформленный велосипед. На самом деле, без этих колес. Вот такой он в итоге. Я не уверен, существует ли эта модель у этого производителя в такой окраске. Но, посмотрите просто на цену. 1490 долларов. Кто покупает в таких магазинах такие велосипеды, просто сам подписывает себе приговор. Тут аргументации. Люди в формах гнобят друг друга о том, что «Да ты никогда не покупал!» «Да вот мне он пришел там на поезде, и все, отлично, катаюсь, бла-бла-бла. Да ты ничего не понимаешь. Сначала попробуй, потом как-то свое мнение». В Германии, например, есть такая опция на ebay, в том числе, в объявлениях ты можешь пожаловаться на какое-нибудь предложение с невероятно низкой ценой. Это часто бывают случаи с, например, техникой iPhone. Есть клоуны iPhone, для кого-нибудь секрет, и вот как раз там придают iPhone 7 Plus. Все предлагают по 700 евро, допустим, за 30 гигабайта версию, по 800 даже, а тут человек предлагает его за 400. И ты можешь пожаловаться на то, что это нереалистичная цена. И можно ожидать, что это нереалистичный продукт. Этот фреймсет от Чаполлини, он стоит около 4000 евро, да, оригинальный. Кто покупает еще раз в таких магазинах, расхваливает их, делает им бесплатную рекламу? Ну да, нужно же где-то картинки украсть, вот эти все логотипы. Чаполлини об этом не знает, ни один из производителей по деятельности этого сайта не знает. Это просто шарашкина контора, на мой взгляд. И ничего они вот за такое мнение ни мне, ни кому-то еще в России не сделают, потому что за ними нету правды. Это магазины с серой историей, с отсутствующей историей. Есть документы, да, эти документы я видел на ebay достаточно. Достаточно немножко понаблюдать, что да как там происходит, достаточно пообщаться с продавцами, вежливо спросить, как и что. И тебе расскажут о том, что документы тоже делаются на раз-два. Кто-то говорил там про перебитие серийных номеров на раме и прочее на карбоне. Это вряд ли возможно, в том числе какие-то там номера проверяли в системах, в европейских, бла-бла-бла, что-то такое, и ничего в итоге не нашли. Во-первых, это был всего лишь один номер. Вы посмотрите, сейчас, велосипедная обувь, зайдем. Велосипедная обувь, давайте по убыванию цена. Самая дорогая обувь, это 2015 года, Герне Карбон G-Styla за 220 долларов. 2015 года 220 долларов. Тут что-то не так. Или цена здесь слишком высокая, за такую старую модель. Цена на велосипеды, просто марок типа Пинерелла, Чиполлини и так далее, те, которые просто ценник задирает невероятно, высоко, и их любят подделывать. Их подделывают. И в том числе там Коота была одна. Коота, в принципе, фреймсетами в основном в последнее время торгует. И это все тоже легко, и любят подделывать. Так вот, на обувь цена слишком высокая, потому что обувь Герне Карбон вряд ли кто-нибудь подделывает. Я не видел такой подделки. Я не видел подделки на бонты или еще что-нибудь такое. Здесь они не могут цену понизить, потому что это настоящая, видимо, вещь. Причем за невероятно высокую цену. А когда речь идет о Чиполлини, то полторы тысячи долларов, долларов, полторы тысячи долларов, это окей, это нормально, да. Ну серьезно, ребята, просто не нужно никаких доказательств в данном случае. Если ты, не знаю, люди ищут доказательств на Алиэкспресс, да. Смотрите на того, кто вам продает, что вам продает и за какую цену, да. Нельзя ожидать то, что вот этот айфон будет айфоном за 100 евро. Это будет клоун айфона там на андроиде, который будет глючить и прочее, и прочее, и прочее. Просто немножко думай. И в этом контексте, конечно, очень жалко те фирмы, которые существуют и как-то пробиваются, что-то делают реально, чтобы этаблироваться, позироваться, блять. Чтобы как-то развивать велосипедные штуки в русскоязычном пространстве. То есть вот эти умельцы, которые заказывают карбон, сами что-то из него делают, сами что-то проектируют и, не знаю, вырывают, пытаются, двигаются. И вот такие магазины убивают такое на корню, да. И это проблема, которая касается тебя напрямую. Пожалуйста, двигайся в этом направлении. Каждый раз, когда кто-то будет советовать какую-нибудь шарашкину контору, продающие подделки или велосипеды, сомнительные истории, по сомнительным ценам, всегда пиши что-нибудь, что-нибудь пиши, да, что-нибудь пиши в ответ, чтобы вот это высказывание не осталось пустым, не осталось неотвеченным.